Итак, дамы, сегодня свершится мечта моя и мечта, в принципе, многих людей. Они научатся, благодаря нашей прекрасной Анастасии Щербаковой, готовить роллы. Настя, привет! Здравствуйте, Андрей! Еще раз, хотя мы уже виделись. Здравствуйте, Андрей, настроение с раннего утра. Смотри, вот завтра, да, начинается пост. Он, ну, не такой строгий, как великий, но, тем не менее, то есть какие блюда можно? Рыбу можно, например? Рыбу можно. Можно растительное масло. Можно? Можно, да, но по определенным дням. А по каким? В вторник, четверг, суббота и воскресенье. Даже можно немного красного вина. Через день, как на тренировку идешь. Веню может быть абсолютно разнообразным. Сытным и голодным даже в этот пост ни за что не останешься. Ну, смотри, вот мы, ведь я неспроста спросил про рыбу. А, что? Потому что мы сегодня готовим роллы. Расскажи. У нас сегодня русский пост на японский манер. На японский манер. Поэтому, вот что нам нужно для роллов, кроме вот этих красивых палочек? Кроме этого, нам нужны чистые голые руки, потому что самые вкусные роллы суши получаются... Да. Да, именно при помощи ручной работы. А какие ингредиенты? Ингредиенты у нас сегодня самые вкусные и простые. Это свежий огурец, который я прямо сейчас доверю Андрею почистить. С удовольствием. От кожуры и порезать тонкими брусочками. С удовольствием. Это спелое авокадо, он должен быть немного мягкий, там даже если послушать, косточка бринчит. Таня, послушай, пожалуйста. Слышим, слышим, слышим. Дальше. Маракасы. Да. Дальше нам потребуется уже нарезанное в филе слабо соленой семги. Угу, слабо соленое. Да. Ну, сырую рыбу я принципиально не использую, потому что я не знаю, как и где она хранилась, поэтому даже в домашние роллы я предпочитаю обработанную рыбу. Хотя, насколько я знаю, по-моему, вот раньше или настоящие японские роллы, они, по-моему, с сырой рыбой и делаются, да, Настя? С определенной. Лосось у них не считается самой свежей рыбой, поэтому они перед тем, как добавлять его в роллы, доверяют копчению. Так, Настя, ты уже принялась резать авокадо? Ты тоже его брусками будешь резать? Да, точно так же, как Андрей нарезает огурец. Давай сразу же поясним, да, то есть, все, что мы сейчас перечислили, это, в принципе, по желанию, это начинка роллов, и ее можно использовать абсолютно любую, или я ошибаюсь, Настя? Безусловно. Что еще можно? Безусловно, ты ошибаешься, Андрей. Безусловно, ты прав, Андрей. А какие вас интересуют роллы? Если вегетарианские, то можно использовать различные овощи. Ну, вот отлично подойдет огурец и авокадо, это прямо классика. Можно, я считаю, корейскую морковь? Да ты что ни разу не могу? Такую я не пробовал ни разу. В домашнем варианте можно лист салата? Настя, вот сколько я ни разу не готовила суши и роллы, у меня никогда не получались они, ну, точнее, рис какой-то был не такой. Я считаю, что рис в суши и роллах это самое главное, да. Скажи, как правильно его готовить? Ну, первое, надо правильно выбрать. В идеале это должен быть японский рис для суши. В домашних условиях, как мне сказали, квалифицированных шеф-поварах подойдет наш отечественный краснодарский. Перед готовкой его нужно хорошо промыть, чтобы тоже крахмалистая часть, она вместе с водой ушла. Потом залить водой, примерно на 2 сантиметра выше слоя риса. Ну, обычно на пару порций, для двух человек, чашки риса достаточно. Ну, лучше, конечно, в больших количествах. Вот, довести до кипения, немножко на кипящем огне поварить. Чтобы выкипела вся вода? Да, чтобы она впиталась. Затем убавить до минимума огонь, еще минут 10 потомить. А потом поставить в сторонку, дать ему остыть. Но в это время нам необходимо сварить заправку. Так, а я этим временем буду делать. Вот у нас есть такая макисон. Угу, специально. Да, японская бамбуковая штучка. И сверху пакетик, чтобы не приклеивать. Мы ее запаковали в пакетик. Да. И теперь берем лист водорослей нори. Угу. Какой стороной? Он большой, поэтому... Глазкой или шуршовой кладем? Сейчас покажу. Разрежем пополам. Можно отломить, но это не всегда хорошо получается. Это, собственно, для того, чтобы придать размер нужный нашим будущим роллам. Кладем глянцевой, блестящей стороной на лист. Угу. Потому что вот эта вот шероховатая, она лучше всего на себе рис удерживает. Да. Тут у меня уже рис сварен. В идеале он должен быть чуть теплым, еще с согретым теплом человеческих рук. Но он уже согрет у тебя? Сейчас его согрею. Я просто не осмеливаюсь прикоснуться, собственно. У нас будет ручная работа. Итак, заправка. Угу. Это немного печеной горячей воды. Ну, примерно на две чашки риса. Пара столовых ложек горячей воды, столовая ложка рисового уксуса, соль, сахар по вкусу. Я еще добавляю лимонный сок. Угу. Для кислоты. Да. Это все мы свежим? И вот так остывший рис мы... Заливаем. Заливаем. По капельке, по струечке, по кончику ножа. И размешиваем. И медленно, желательно, деревянной палочкой перемешиваем. Вообще многие говорят, что когда мы залили вот этим всем содержимым рис, нужно руками именно переминать. Я не знаю, насколько это правда. Ну, я лопаткой или ложкой перемешиваю. Ручная работа у меня начинается сейчас. Ну, и говорят, чем тоньше слой риса, тем медленнее наступает насыщение. Поэтому лучше его хорошо распределить по вот этому листу водорослей. Мы его немного придавливаем. Чтобы он равномерный. Да, чтобы рис у нас за край нори немножко выглянул. Можно смазать тонким слоем васаби. Но у нас сегодня постный майонез, который васаби, горчица острая, уже добавлено. Проводим полосочку. Вот так. А потом укладываем в произвольном порядке все наши составляющие. Так, авокадо. Ломтики, авокадо. Мои огурчики, я надеюсь, я их правильно нарезал. Давай пару ломтиков. Пожалуйста. Спасибо. Несколько. С соломкой. С соломкой. С соломкой. С соломкой. И сюда же рыба. Такими же. Подойдут креветки вполне. Да вообще. И сырого тунца. По-моему, даже мидии добавляют. О, все что угодно. Все идет. И гребешки. Так, теперь наша задача завернуть под удвинутый. Я к себе поближу. Немножко прилипла. Ну ладно. Поскольку мы ничего не боимся, делаем вот так. Ну, Настя, говори за себя, потому что тут дело такое. Тут главное хорошо приклеивать, да, и поворачивать руками. Так, можно посыпать сюда, да? Да, вот. Почти красиво получилось. Лишнее то, что вывезло. Настя, хватит столько? Нет, давайте побольше. Пусть у нас будет. О, ну что же мы. Отлично. Кончики отрежем. Теперь мы вот этот вот получившийся ролл. Да. Так проберем. И вот так его обматываем. И потом разрезать на нужное количество деталей. Ну, все, Андрей, у тебя важная миссия. Режь, давай. Сударственно. Давай сейчас уберу. Настоящие японцы начинают разрезать середины. Режут сначала пополам, потом каждую половинку еще пополам. Как дома колбаску. Вообще, насколько я знаю, нужно, по-моему, резать... Смоченным в горячей воде ножом. Да. И обязательно острым, да? А, у тебя прекрасно получилось. Посмотрите, ну, еще пополам, да? Да, еще пополам. А твою половину еще пополам. Значит, вот у нас есть разрезанные роллы, которые... Эксклюзивные. А это можно понять, судя по ее кислотному цвету, в принципе. Чтобы вы так же не позеленели, накладываете ее совсем немножко. Да, этого хватит, мне кажется. И наш завтрак полноценный. Завтрак ужин, обед. Завтрак постный, полноценно. Готов. Настя, спасибо тебе огромное. Ты, как всегда, нас учишь всему. Совсем скоро мы поедем и выгоним Урганта с программы СМАК. И будем, наконец-то, уже везти ее сами. Спасибо большое. В Японию не поедем, потому что так они никогда не украшают. Ну, а зачем нам Япония, в конце концов? А мама отличного настроения. И тебе хорошего дня. Спасибо огромное.